Александр Иванович, большое спасибо, что согласились поговорить. Было много интервью, мы говорили про то, каким будет мир, про то, каким будет экономика, но мы не говорили про мировую дипломатию после пандемии и то, что произошло во время пандемии. Я знаю, что вы делаете и делали большие исследования для МИДа. К каким выводам мы пришли? Что нас ждет? Как повлияла пандемия на дипломатию, на мировое устройство? Ну, я думаю, по большому счету, пандемия не повлияла на дипломатию, на мировое устройство, потому что мировая политика, как она была до пандемии, так и после пандемии, будет примерно та же. Но, как результат пандемии, мы видим готовность всех государств сотрудничать по вакцине и готовность, ну, если хотите, проявлять благотворительность. И в этом смысле законодателем МОД были Россия и Китай. И то, что те страны, которые первые создадут вакцину, готовы как бы ей поделиться, это новый элемент в международных отношениях. Что же касается более широких вещей, то на ближайшую перспективу мы видим, конечно, мощное противостояние США и Китая. Американцы, к сожалению, развернули очень такую, я бы сказал, немножко грязную даже кампанию в отношении Китая. И мы думаем, что будет двойное сдерживание и Китая, и России. Вот те заявления, которые мы слышим сегодня, как раз об этом свидетельствуют. Отсюда, конечно, следует несколько выводов. Первое – это обострение общеполитической ситуации с непредсказуемыми последствиями. Там разные варианты могут быть. Ну и, конечно, ужесточение войны экономической. То, что мы видим сейчас со стороны Соединенных Штатов, могут иметь в том числе и последствия для России. Потому что любое обрушение международных экономических связей, естественно, затрагивает и нашу страну. Так что это как бы первый элемент. Второй элемент – это то, что Соединенные Штаты будут так или иначе разваливать систему мироустройства в том виде, как она сложилась после 1945 года. И в том числе, которую они сами и складывали. Да, они сами складывали. Они в то время были заинтересованы. Но если сейчас посмотреть на международные организации системы ООН, то они по существу перестали отвечать интересам Соединенных Штатов. Именно поэтому Трамп резко высказывается в отношении ВОЗ и грозит тем, что перестанет финансировать Международные организации. Да, но ведь американцы вышли из ЮНЕСКО, они вышли из ЮНИДА. Они сокращают финансирование целого ряда других программ. Они пока еще не замахиваются на Совет Безопасности. Но опять же, на сегодняшний день Соединенные Штаты, как бы получается, противостоят всему миру. Потому что все другие страны, они заинтересованы в том, чтобы существовала эта система. И, кстати, их ближайшие, ну скажем так, союзники, европейцы, они ведь не поддерживают в этом отношении Соединенные Штаты. Поэтому атака на ВОЗ – это часть большой атаки с одной стороны на Китай, а с другой стороны на систему международных организаций. А почему американцам понадобилось слом мировой системы, к которой все привыкли? Дело в том, что эта система перестала отвечать интересам американским. Она перестала работать на их интересы. Самое главное, что они потеряли рычаги управления этими организациями. Потому что в свое время, мы помним, когда американцы платили 25% бюджетов организаций Объединенных Наций, можно было практически контролировать за счет персонала, за счет решений. Очень много было стран, которые были подвержены, как говорится, американской политической воле. Сейчас все поменялось. 193 государства, и эти государства заинтересованы в том, чтобы мир основывался не на правилах, которые устраиваются целым рядом стран, а все-таки основывался на международном праве. А ведь это началось не сейчас и не в прошлом году. Мы все помним и Югославию, и Ирак. Американцы, когда входили в эти страны, вообще никого не спрашивали. Вот. Так это говорит как раз о том, что они четко совершенно нарушали международное право. Но сейчас идет как бы такой, знаете, дальнейший слом этой системы. Сначала это были единичные нарушения, это был Ирак, извините, нарушение решения Совета Безопасности. Но на сегодняшний день вот эта критическая масса, она стала просто зашкаливать. Американцам просто эта система, которая отражает старые реалии, и ведь по существу что получается? Целый ряд решений, которые хотели бы они провести в Совете Безопасности, они просто блокируются и Россией, и Китая. А, то есть, наверное, одним из самых больших раздражителей для них является это право вета, которое есть у России. И право вета тоже, но оно было в свое время заложено в 45-м году, потому что в то время ведущие государства считали, что чем воевать, проще лучше какие-то вещи блокировать. А на сегодняшний день, видите, как Соединенные Штаты чувствуют, что вся система перестала работать на них, и вот стала проводиться система на подрыв международных организаций. А если их не устраивает то, что есть сейчас, то к чему они хотят прийти? Они хотят прийти на выработку решений среди небольшой группы единомышленников, например, группы семьи или еще какие-то, где принимались бы конкретные решения, которые бы потом навязывались бы другим государствам. Потому что если вы возьмете, например, организацию Объединенных Наций, то большинство государств не голосуют с Соединенными Штатами, а это значит, что американцы остаются в одиночестве. И поэтому как вот работать в такой организации, где большинство не разделяет твои точки зрения? Ну, возьмите, например, самую такую яркую резолюцию, это санкции против Кубы. Американцы вообще в одиночестве. Весь мир осуждает их политику санкционного давления на Кубу. Поэтому, естественно, что формат для них далеко не выигрышный. Сами G7 перенесли, скорее всего, он, по-моему, там осенью пройдет, да, где-то, и Россию туда Трамп позвал в качестве наблюдателя. Индию позвали в качестве наблюдателя. Можно ли говорить... Австралию, Корею. Да, что как раз вот это и прообраз той системы, которую хочет Вашингтон. И можно ли говорить о том, что вот эта вот новая «семерка» с наблюдателями – это антикитайская коалиция? Ну, ясно, что Китая не позвали туда, поэтому можно сделать соответствующие выводы. Ну, я бы самый главный вывод сделал то, что то, о чем сами американцы говорили, что «семерка» как таковая потеряла свое значение. Потому что все страны, которые были приглашены вот на эту так называемую G11, это те страны, которые входят в «двадцатку». В том числе, кстати, в «двадцатку» входят и в Китай. Поэтому формат такой, я бы сказал, не универсальный. А вот «двадцатка», она включает всех ведущих игроков. Но то, что американцы чувствуют, что «семерка» уже устарела, это как раз является яркой иллюстрацией того, что было сказано Трампу. А для Китая не приглашение Пекина в эту организацию, потому что Пекин по праву может считаться, что одной из лидирующих стран в мире, и вдруг им говорят, знаете, до свидания, мы вас даже не позовем. Это вот что означает? Ну, я думаю, что это просто проявление общей антикитайской линии, потому что сегодня Соединенные Штаты бьют по Китаю по всем фронтам. Политически, экономически, технологически. Поэтому это просто является частью большой внешнеполитической линии Соединенных Штатов. С точки зрения Китая один из главных вопросов, и, наверное, для всего мира тоже. Как будет себя Китай вести в этой ситуации? Какой ответ он готовит на действия американцев? Ну, я думаю, что, естественно, что в Китае это очень негативно воспринимают, но спокойно. Вот, я думаю, что ответ будет пропорциональный. Китай не будет идти на слишком жесткое обострение отношений с Соединенными Штатами, но в то же время и спускать не будет. А вот каков будет ответ, это очень большой вопрос. Я думаю, что он будет примерно пропорционален степени той политики, которую проводят американцы в отношении Китая. Это вот сейчас прямо я получил ответ дипломата. А если конкретно? Ну, если конкретно, я думаю, что никто не знает, как ответит Китай. Это, кстати, очень серьезный предмет для исследований экспертов, потому что варианты могут быть самые различные. И я не уверен, что... Ну, кто-то говорит о том, что вот китайцы могут забрать, так сказать, свои деньги из суверенного фонда. Кто-то говорит о том, что будут прекращены поставки, вернее, закупки сельхозяйственной продукции в Соединенных Штатах. Я думаю, что у Китая все, как говорится, опции на столе. А принимать будут решения уже по факту того, что произойдет применительно к отношению между двумя странами. А вот эта вот политика Трампа по выводу производства из Китая, это как раз подготовка к большому конфликту? И вообще прогнозируется ли большой конфликт? Ну, я думаю, что американцы просто хотят действительно вернуть значительную часть производства к себе, потому что, кстати, вот пандемия показала, это один из выводов пандемии, что опора на собственные силы, ведь посмотрите на Россию, мы практически смогли обеспечить необходимость, ну, практически выработку всех необходимых лекарств, которые требуются для этого производства. Кстати, кое-что заказывали, но большей части производилось. А если возьмете, например, Великобританию, то они все импортируют. То есть, если у тебя нет внутреннего производства в стране, пандемия показала, что ты находишься в весьма ущербном положении. И американцы поняли, что целый ряд цепочек, которые существуют на сегодняшний день, они находятся в зависимости от третьих стран, причем не только от Китая. Поэтому это те выводы, которые делают на сегодняшний день все, но применительно Соединенных Штатов и Китая, это, конечно, мощное давление на китайскую экономику. По вашему мнению, как так получилось, что сначала в 70-80-х годах американцы, наоборот, накачивали Китай, выводили туда производство, а сейчас они его испугались или что произошло? Ну, моя личная точка зрения, что американцы в то время рассчитывали на то, что Китай пойдет по такому совсем уж капиталистическому пути, и им удастся сменить ту систему, коммунистическую систему, которая была в Китае. Но после 89-го года и Тианин Мюин стало понятно, что этого не произойдет. Ну, Тианин Мюин, знаете, это вещь такая, она очень сложная, в том числе и для американцев, потому что если вы посмотрите, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, то по степени людей, которые были арестованы, я имею в виду по количеству, они могут даже превзойти и китайский опыт в этом смысле. Поэтому это был такой как бы политический слоган для американцев, там, права человека, а по существу они рассчитывали на то, что Китай перейдет на так называемые капиталистические рейсы развития, и система поменяется. Но потом выяснилось, что Китай смог создать очень эффективную промышленную структуру, и при этом коммунистическая партия является определяющей силой, которая, так сказать, управляет государством. И вот сочетание вот этих факторов, конечно, привело к тому, что отношение Китая изменилось. А место России во всем этом? Какое? Вы имеете в виду... Ну вот мы сейчас с вами очень много говорим про противостояние США и Китая, про их взаимоотношения. А где Россия? Она внутри этого конфликта? Или она сбоку, как наблюдатель? Где мы вообще находимся? Наша задача, с одной стороны, поддерживать стратегическую стабильность. Второе, мы заинтересованы в развитии отношений со всеми странами, потому что мы открытая страна. Именно по этой причине мы и сохраняем баланс даже отношений при всей антироссийской позиции Соединенных Штатов. Тем не менее, мы по тем вопросам, по которым можно, мы стараемся с ними развивать отношения. Это говорит о чем? Что наша политика является прагматичной. То есть там, где это отвечает интересам нашей страны и нашего народа, мы эти отношения выстраиваем именно в таком ключе, какой требуется. В тех же случаях, когда это не отвечает нашим интересам, то мы, естественно, противодействуем и не идем, как говорится, в этих вопросах на какое-то сотрудничество. Поэтому очень прагматичный подход. Но подход рассчитан на то, чтобы максимально иметь количество друзей и за счет этого обеспечивать влияние наше в мире. А получается ли, такой, наверное, болезненный вопрос для страны, получается ли иметь достаточно большое количество друзей? Потому что, когда наблюдаешь за международной политикой, и в том числе даже ближайшие союзники, например, Белоруссия, когда видно, что происходят конфликты, почему тогда это случается, если мы хотим иметь как можно больше друзей? Если раньше на каком-то старом этапе были такие, знаете, закостенелые блоки, то сейчас вообще международные отношения – это такие, знаете, союзы по интересам. И если вы сейчас даже посмотрите на наши отношения, скажем, с европейскими странами, у нас в каких-то вопросах могут расходиться интересы, а в каких-то вещах они могут совпадать. И вот так во всем мире сейчас. Значит, по каким-то вопросам отношения выстраиваются и решаются какие-то международные проблемы или экономические, а по каким-то – нет. То есть получается сейчас такой модный термин «гибридная дипломатия» теперь, да? Ну и дружба. Гибридная дружба, гибридная дипломатия. Ну посмотрите, вот, например, возьмем простой пример. США и Европа, да? Но когда-то, в какие времена Соединенные Штаты санкционировали европейские страны? Ведь многие сейчас находятся под санкциями. То есть какие-то вещи запрещены. Есть угроза санкции. Вот тех же там французов обещают вино не покупать, там еще другие вещи. А сколько банков наказали за неправильное поведение на миллиарды? Причем это же их союзники. То есть получается так, что по некоторым вопросам, скажем, по натовским там и внешнеполитическим, точки зрения совпадают, а по каким-то вопросам не совпадают. Или, например, там европейские страны начинают проводить расследование в отношении, скажем, больших компаний, которые занимаются цифровыми делами. Тоже отдельная вещь. То есть это показывает, что мир уже далеко не стал черно-белым. И вот в этом смысле дипломатия стала намного сложнее. Потому что в отношении одной страны теперь нужно пасти десятки вопросов. То есть по каким-то вопросам совпадение есть, по каким-то нет. Точно так же, как в Совете Безопасности. По каким-то вопросам мы голосуем вместе, а по каким-то нет. Если взять, например, иранскую тему, американцы вышли из договора, вернее, из соглашения по иранской сделке, а европейские страны остались. И здесь в данном случае наши интересы совпадают. Американцы вышли из соглашения по климату, а все страны остались. Значит, эти страны с нами, не с американцами. И даже внутри Евросоюза какие-то страны готовы идти на какие-то, так сказать, компромиссы с Соединенными Штатами, а какие-то не хотят идти. А вы были послом Великобритании. Представляете, что происходит в Европе? Есть ощущение того, что Европа устала от такой роли Соединенных Штатов? Ну, я думаю, что, конечно, политическая усталость есть, но она пока не зашкаливает. Пока она еще не вступила в такую критическую фазу. Но количество, скажем, расхождений растет с каждым днем. А возьмите, например, проблему, которая существует со Северным потоком-2. Ведь совершенно четко понятно, что европейцы заинтересованы в дешевом российском, им нужен. Что такое цена на газ? Это значит конкурентоспособность промышленности. Если, скажем, немецкая промышленность будет терять свою конкурентоспособность, где стоимость энергоресурсов достаточно высокая, они просто потеряют рынки. Поэтому для Германии это вопрос их конкурентоспособности. Это не связано ни с нами, ни с какими-то политическими элементами. И вот эта линия жизненных интересов конкретной страны и вообще европейских стран вступает в противоречие с политикой Соединенных Штатов, которые пытаются протащить в Европу свой газ, который, естественно, намного дороже. Политика Соединенных Штатов, она такая очень жесткая и без политесов. И Соединенным Штатам, и сам лозунг Соединенных Штатов сделать Соединенные Штаты великими снова, говорит о чем? О том, что Соединенные Штаты в этой большой глобализационной игре стали терять конкурентные преимущества. А для того, чтобы их снова вернуть, необходим слом той системы, которая к этому привела. Поэтому, собственно говоря, опора на собственные силы, перевод производства, создание определенных национальных границ, протекционистские меры – все это частью большой системы по выстраиванию, так сказать, новой Америки, то есть более сильной. А делается это очень грубо за счет других. Беспорядки, которые сейчас вспыхнули в США, говорят, что такого не было с 68-го года, но и по масштабам, возможно, сейчас даже сильнее. Как вы оцениваете, что это такое, почему именно сейчас это происходит, и почему это перекинулось и на Европу? Я думаю, что это просто рост напряжения в американском обществе, как следствие, в общем-то, расовой дискриминации. Все мы знаем, как выстраиваются отношения, политика государства в отношении нас-меньшинств. Собственно говоря, мы даже знаем, как ведут себя американские правоохранительные органы в отношении даже корреспондентов, причем не только наших, но и своих. Свыше ста, по-моему, человек пострадало. Поэтому это, с одной стороны, политический разлом в обществе, а с другой стороны, это вопрос уже и культурного разлома. То, что произошло с этим полицейским, это просто стало катализатором. Это было и раньше. Просто на сегодня напряжение в обществе настолько велико, что образовалась такая гремучая смесь. А что касается других стран, то, в основном, это происходит в тех странах, где есть свое напряжение. Ну, в частности, во Франции. Мы знаем, сколько было сложных моментов, связанных с нас-меньшинствами. Поэтому, собственно, и реакция своя была. Но применительно к Соединенным Штатам, это, конечно, очень серьезный звонок для политической элиты, потому что долгие годы ничего не делалось для того, чтобы систему действительно демократизировать. И вот эти все расовые, скажем так, и предрассудки, и такая, я бы сказал, неприязнь определенных элементов демократической политики, она сыграла свою роль. Но для американцев это, конечно, очень серьезная дискредитация власти, потому что, естественно, полиция, она ассоциируется с властью. Это значит, что у людей будет соответствующее настроение. И жесткое решение, которое сейчас пытаются найти в Соединенные Штаты, они, конечно, особенно в предвыборный период, он очень такой достаточно, есть такое хорошее русское слово, стрёмный. Вот, поэтому это часть больших внутренних процессов. Это говорит о том, что система внутреннего государственного устройства далека от демократических принципов. И это значит, что конфликтный потенциал в обществе очень высокий. А можно ли говорить о том, что и Америка, и Европа устали от иммигрантов? И это тоже, как бы, провоцирует такие конфликты? — Вообще проблема иммигрантов, она такая очень непростая. Потому что, с одной стороны, конечно, требуется рабочая сила. И мы это видим на примере Германии, когда были приняты соответствующие решения. И, в общем-то, эта рабочая сила приветствуется. Если вы сейчас возьмете Великобританию, там сейчас приветствуют восточные европейцев. В том числе и в плане работы на сельскохозяйственных угодьях. Но, с другой стороны, мы достаточно давно нашим европейским коллегам и, собственно говоря, другим представителям других стран говорили, что вот все, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, и вот те массы, которые пришли в движение, они в конечном счете нанесут очень серьезный ущерб балансу в европейских странах, в том числе этническому балансу. И что получилось? Когда, так сказать, наши западные, так сказать, коллеги разнесли Ближний Восток практически весь, они, во-первых, убрали рынок полностью, они убили экономику региона, а, естественно, что образовалось большое количество голодных людей, которые, естественно, ищут новое место для жительства. И вот эта проблема, с которой сейчас столкнулись все европейские страны, и именно от этой проблемы устали европейцы, потому что они как раз не могут ничего предложить вот этим обездоленным людям, у которых нет будущего. В полной мере удовлетворить они их не могут, но в то же время они не проводят правильную политику на Ближнем Востоке с тем, чтобы урегулировать конфликты в той же Сирии. И в отношении Сирии там вводятся новые санкции. Вместо того, чтобы людей привлечь обратно в Сирию, создать необходимые условия, они предпочитают, так сказать, финансировать лагеря беженцев. И здесь как раз вопрос. При этом американцы говорят, русские уходят из Ближнего Востока, а русские в той же Сирии как раз этот порядок и нормальную жизнь пытаются возобновить. Ну, это вот как раз, как кто-то из экспертов сказал, уровень политической подготовки политиков, потому что, ну как может Россия уйти из Ближнего Востока? Россия посредник на Ближнем Востоке. Россия стабилизировала ситуацию во многих странах. И на Ближнем Востоке на Россию смотрят совершенно по-другому. Мы в начале интервью говорили об инициативе Трампа G7 и наблюдателей, но президент России Владимир Путин уступил с другой инициативой, это G5 так называемая. В чем разница двух подходов? Ну, это совершенно разные вещи с моей точки зрения. Потому что, ну, во-первых, для нас 75 лет Организации Объединенных Наций. По-прежнему постоянные члены Совета Безопасности, когда они едины, они могут проводить очень серьезные решения, которые сплачивают мир, помогают решать конфликты. И, как я понимаю, наш президент считает своевременным провести очень широкий разговор, можно сказать, почти как в 45-м году, о том, как должен выстраиваться мир. Потому что сегодня есть большое количество глобальных проблем, с которыми не могут справиться ни одно государство, даже самое сильное. С другой стороны, те проблемы, которые мы ощущаем сегодня в разных регионах, они, конечно, мешают жить всем. И самое главное, что мы просто видим, как начинает заваливаться, так сказать, тот миропорядок, который создавался в 45-м году. Поэтому вот такой серьезный, открытый разговор между странами, которые по-прежнему играют, как постоянные члены Совета Безопасности, ведущую роль в мире за счет своего влияния. Кто-то, так сказать, политического, кто-то экономического. Вот. Такой разговор очень нужен. И вот сейчас как раз идет, как недавно заявил Сергей Вячеславров, идет согласование того, что будет обсуждаться. Пока это не раскрывается, но я думаю, что если такая встреча состоится, я надеюсь, что она состоится, потому что все дали на это согласие, это будет очень серьезный, большой разговор о будущем мира. Если говорить про компетентность, то раньше был железный занавес, он был идеологический. Сейчас на вот эти вот месяцы железный занавес повесил коронавирус. Можно ли говорить о том, что новая дипломатия, это будет такая зумная или скайпная дипломатия? Вот, честно, я думаю, что она все-таки будет гибридная. Потому что, с одной стороны, я полностью разделяю мнение своего министра о том, что личный контакт, личные переговоры, да даже по интервью мы видим, что не получается разговор, когда это все на расстоянии. Поэтому без личного присутствия теряется, ну, так сказать, вот какая-то такая, знаете, очень важная составляющая. А потом есть такие аспекты, как конфиденциальность. Есть некоторые вещи, которые, ну, просто невозможно через телевизор получить. Это первое. Но, с другой стороны, объем политических контактов сейчас настолько велик, что определенные элементы, вот с учетом того опыта, которые мы сейчас получили, они все-таки будут востребованы. И какие-то, может быть, второстепенные вещи, которые могут показаться второстепенными с точки зрения и участия на самом высоком уровне, они, конечно, будут применяться. Так что я вижу, естественно, некоторый рост вот этого дистанционного компонента, но не до такой степени, чтобы он изменил международные отношения. Отсюда следующий вопрос, он более прикладной. Как вы, с точки зрения дипломата, оцениваете и рассматриваете вот эти вот взаимоотношения на расстоянии, когда у нас есть американский WhatsApp, американский Facebook, то есть все мессенджеры не наши и не нами сделаны. Скайп не наш, зум не наш. Какой это отпечаток вообще накладывает и как это соотносится к тем, что мы вот с тем, что мы суверенная страна и вот да, мы хотим быть по-прежнему суверенным? Ну, во-первых, с точки зрения дипломатии, когда кто-то пользуется вот этими, скажем, инструментами, то мы исходим из того, что кто-то еще имеет к ним доступ. Это первое. Поэтому это сразу ограничивает степень откровенности и степень обсуждения тех или иных вопросов. Потому что мы можем довериться только тем системам, которые являются по-настоящему закрытыми. Или, в частности, могут обеспечить конфиденциальность с точки зрения наших интересов. Поэтому, если говорить, это, кстати, в широком плане, если говорить о высшем уровне или, там, скажем, на уровне более низком, то, естественно, что такая конфиденциальность как бы обеспечивается в двухстороннем плане. Но это абсолютно не гарантировано для всех, кто пользуется этими вещами. Но ведь здесь же еще и проблема даже в том, что какой телефон ни возьми, а операционные системы, которые там стоят, тоже не наши. Ну вот видите, как американцы говорят, что они же не хотят пользоваться китайскими системами. Это говорит о том, что все эти системы дырявые и что они все уязвимые. Я думаю, что на ближайшие, там, 10-15 лет американская монополия с точки зрения систем уйдет, потому что все страны постепенно будут подтягиваться технологически, и у нас у всех появятся некие такие другие опции. Хотелось бы, чтобы наша страна и наши компании, частные компании, в том числе, активно в этом деле поучаствовали. Когда работали в Лондоне, вы задавались ли вопросом и отвечали ли на него? Вот понятно, когда было противостояние между Советским Союзом, соцлагерем и Западной Европой, и Америкой, это была идеология. Потом и экономика. Потом идеология ушла, советская, она разрушилась. Экономика фактически стала точно такой же, как на Западе. Да, это капитализм, это свободный рынок и так далее. А противостояние осталось, по крайней мере, с их стороны. Мы же не говорим о том, что мы хотим, чтобы разрушить США. А у них были эти заявления, Олбрид говорил в свое время, давайте 30 миллионов оставим вот на этой территории, и все. И будет хорошо, да. Почему это осталось? Моя личная точка зрения, я задумывался, кстати, очень часто, потому что отношения с Великобританией исторически были очень сложные. И, пожалуй, единственным светлым пятном это была Вторая мировая война, когда мы, так сказать, были вместе. А после этого была Фултоновская речь, после этого была НАТО, и все, что с этим связано. Я думаю, что это вопрос глобальной конкуренции. Потому что еще даже до революции, в общем-то, англичане проводили такую достаточно непростую линию в отношении России. И были замешаны во многих нелицеприятных вещах, применительно в том числе и к российским царям. Поэтому я думаю, что это просто признание силы России, признание ее роли глобального игрока. А в британской дипломатии всегда присутствовали в политике поддерживать слабого и работать против сильного. Вот исторически получалось так, что Россия была всегда глобальным сильным игроком. А значит, британская внешняя политика на протяжении столетий работала на ослабление. А то, что как мы видели, как это делалось, это уже дело техники. Главное, что эта линия выстраивалась чисто стратегически. Поэтому, когда была холодная война, эта работа была на ослабление Советского Союза. А сейчас мы тоже видим, Британия участвует активно в санкционных режимах. Это тоже работа на сдерживание России. И то, что были последние заявления Бориса Джонсона о том, что Россия не место там, и там, и там, и там. Это является всего лишь продолжением общей линии на сдерживание. А там многие политики вообще разделяют в Британии это мнение? Или это некая верхушка, а все остальные говорят, ну, можно было бы сотрудничать, но вы же понимаете. Вы знаете, я бы политиков особо не разделял, а вот люди немножко по-другому думают. Вот мой опыт общения с британцами показывает, что они помнят и нашу совместную историю. И очень многие очень позитивно воспринимают Россию. И просто не понимают, почему отношения должны быть такими плохими. Вот, поэтому я бы так, я бы разделил бы политический истеблишмент, то, что называется Deep State, и британцев как таковых. Совсем скоро выходит на BBC новый сериал про Скрипалей, по-моему, «Отравление» или как-то так он будет называться. Ваше отношение к этому знаете ли про это вообще? Ну, я слышал, что сериал будет выходить, ну, интересно будет посмотреть, вот. Но у меня есть только, ну, вот как бы уже по прошествии некоторого времени только один вопрос к британской стороне. Почему все, что касалось Скрипалей, все по-прежнему засекречено? Вот. И мы так и не имели доступа. Мы никогда не увидели Сергея Скрипаля, мы не видели Юлию Скрипаля. Вот. Хотя это прямое нарушение международного права в соответствии с Венской конвенцией. Мы обязаны, они же российские граждане, вот. Мы обязаны были их, как говорится, освидетельствовать, внешне хотя бы поговорить. Вот. И все, что касается вообще того, что произошло, все засекречено. Я сам отправил около ста нот с конкретными вопросами. Все это содержится в докладе, который стоит официально на нашем сайте в посольстве. Но ни на один вопрос мы так и не получили ответа. И, конечно, здесь возникает вопрос, а почему? То есть с точки зрения дипломатии это, наверное, нонсенс, или так себя не ведут, или не ведут? Да это просто вообще с любой точки зрения. Если существовала такая проблема, в частности, вот, то в отношении чего сейчас собирается даже спектакль строить, значит, то нужно как-то хотя бы дать возможность нам получить ответы на те вопросы, которые мы поставили. Но ведь ни на один вопрос ничего мы не получили. А все публикации были в основном по источникам. То есть вот ссылка на какие-то источники из гласных структур, и вся информация шла в основном через газеты. Мои все попытки получить эти ответы на вопросы, даже поговорить с врачами, например, которые лечили их, что произошло, ведь мы так и ничего не имеем. То есть у вас, наверное, нет сейчас сомнений, в каком свете будет представлена Россия в этом сериале? Ну, могу догадываться. Ничего хорошего, видимо, там не сули. Ну, я не знаю, но для меня, еще раз я говорю, любой спектакль – это авторское решение. Вот, британцы – люди очень талантливые, и я уверен, что они, наверное, сделают интересный спектакль для обывателя. Но как для дипломата у меня так и осталось большое количество вопросов, на которые наше государство так и не получило ответа. Последний вопрос. В этом году в США выборы? Чего нам ждать? Будет ли вот эта опять знаменитая охота на ведьм России во всем виновата? И так далее. Ну, мы, в общем, строго говоря, уже видим. Нам уже инкриминировали то, что, оказывается, все вот эти беспорядки на расовой почве, в этом виновата Россия. Вот, просто интересно, что получается так, что Россия организовала, выходят и акции протеста по всему миру, и во Франции, и в Великобритании. Да, желтые жилеты. Да, желтые жилеты. Это все нам приписывается. Поэтому я думаю, что обвинения будут, тем более, что они очень удобны. Эти обвинения не сопровождаются какой-либо доказательной базой. Но у этих обвинений есть и обратная сторона. Дело в том, что, знаете, теряется определенное доверие к тому, что заявляется. Когда чем, ну, если говорить, например, о протестах на сегодняшний день и то, что происходит в Соединенных Штатах, то ведь любому американцу скажи, что в этом виноваты русские, а он на себя примерит, скажет, при чем здесь русские? Я вот тут выступаю совершенно по другим причинам. То есть это большие массы людей, для которых такое заявление является дискредитацией политиков и власти. Поэтому это такое, знаете, обоюдоострое для протестующих и для властных структур оружие. Если раньше можно было говорить, что Россия там вмешивалась в предвыборные процессы, и при этом, когда мы предлагали показать там конкретные факты, как вмешивались на основании чего, от консультации, естественно, всех отказывались, то это еще хоть как-то можно было скрыть со ссылкой на какие-то некие секретные источники, которые нельзя раскрывать. Как дело Скрипалей, да, то же самое? Да, то же самое, то же самое. Все это вопросы национальной безопасности, все это мы не можем, поверьте нам на слово. А вот когда это связывается уже с более широкими массами, которые затрагивают десятки городов, и люди понимают, что Россия к этому делу не имеет никакого отношения, ну, в общем-то, это дискредитирует саму постановку вопроса. Это меня, знаете, напоминает кавказскую пленницу, когда Шурик протрезвел и говорит, а башню тоже я? И вот здесь тоже все пытаются свалить. Ну, я думаю, что такого рода попытки обвинения, они будут продолжаться, потому что это, ну, четкая совершенно попытка списать внутренние трудности, которые есть в стране, на внешние факторы. Почему тогда не Китай? Почему именно Россия? А до Китая дело дойдет, потому что, во-первых, Китай уже обвинили в том, что он не вовремя сообщил о пандемии, да? То есть это элемент попытки, скажем, обвинить Китай косвенно в тех жертвах, которые, строго говоря, ну, имеют место в Соединенных Штатах, где погибло, в общем-то, умерло от пандемии свыше 100 тысяч человек. Это самые большие цифры, которые есть. Вот поэтому, как бы косвенно обвиняя Всемирную Организацию Здравоохранения, а также обвиняя Китай в том, что он не вовремя сообщил, мол, о пандемии, это вот как раз стремление обвинить Китай. Так что метод примерно тот же самый, только в отношении России он еще более надуманный. А здесь, так сказать, вроде как-то можно связать более визуально. Понятно, большое вам спасибо. Спасибо вам большое.